Ваши предложения, ваше мнение очень ценно для нас. Сегодня в концертном зале ДК поселка Залесный. Аншелак, какое здесь бывает редко. На экране новый гемплан города. Изменений в нем немало. Где-то появятся высотки, школы и детсады. Где-то расширят дорогу и, возможно, снесут дома. А где-то не изменится ничего. Первый вопрос коснулся комплекса Салават-Купере. А точнее местного маршрутного транспорта. Скажите, пожалуйста, планируется ли еще вводиться общественный транспорт в Салават-Купере и когда? Планируется в первую очередь скоростной трамвай, на котором в течение 15-20 минут сможете доехать до Большого Казанского кольца и далее к центру, либо к первой станции ближайшей метрополитены. Со своей проблемой сегодня пришли и жители поселка Новая Сосновка. Их дома могут попасть в зону строительства новой магистрали. Этот вопрос волнует порядка 300 человек. Ни одна инстанция, ни регистрационная палата, ни органы ОПЕГи, которые мне одобрили сделку, никто мне не сказал, что там будет какая-то зона. Эти земельные участки никогда муниципалитету города Казани не принадлежали. Муниципалитет эти земельные участки не продавал. Вы бы участвовали в торгах и покупали бы эти земельные участки в торгах. Вы не участвовали, вы купили их у третьих лиц. Вопрос сноса домов коснется и Залесного, сообщили сегодня представители исполкома на публичных слушаниях. Согласно новому генплану Казани, на месте этой дороги в поселке Залесный появится развязка, которая должна исправить проблему пробок. Но только чтобы ее построить, предварительно нужно снести сразу 15 домов по улице Осиновская. Своё согласие на это местные жильцы уже дали. И сейчас идет оценка территории и имущества. Общение переросло в дискуссию. Не все пришедшие услышали то, что хотели. Видите, в генплане не нарисован наш поселок. Если не нарисован, значит по нему можно проехаться бульдозером. Вот такого не должно быть. По конкретнее, конечно, сроки более интересны были. Главное, я довольна, что наши дома не будут сносить по улице Залесный. Вот это все. А больше ничего мне не надо. После окончания заседания жители еще не расходились. Обсуждали проблемы более детально. Они уверены, их пожелания и предложения учтут и отобразят в генплане. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.